Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Растали два месяца назад с парнем, жили два с половиной года вместе. Забегая чуть вперед, скажу, что то, что вы к нему привыкли, а вы описываете это именно так, что вы привыкли к нему, на мой взгляд является следствием организации и состояние вашей потребностной сферы. То есть, вы говорите, что вы привыкли к нему, значит, вы центрируете на нем свои какие-то желания, потребности и так далее. Вот. Дальше. Значит. Сначала снимал он квартиру, потом захотел купить свою квартиру в ипотеку, выбрали мы ее вместе или мы делали вместе, я не вкладывал. Интересно, почему вы приписываете такой комментарий? Обустраивали бы, но я постоянно думал, что что-то не так в наших отношениях. В наших отношениях. Сначала была ругань из-за его ревности, пишите вы. Ну, понимаете, здесь вы перекладываете всю ответственность за ссору на другого человека, а именно на вашего, ну, мужчину. Дело в том, что вы ведь могли бы не участвовать в конфликте, но вы в этом конфликте участвовали. Да, он может быть и ревновал, это правда. Но если вы не отвечаете сами на конфликт, то есть если вы не вкладываете ничего в него, то конфликт бы и не состоялся, иными словами, без вашего участия конфликта бы не было. Поэтому, да, мужчина может быть и ревновал. Но давайте попробуем выяснить, как вы на это реагировали, как вы на это откликались и каков был именно ваш склад в ссору. Дальше. Не пускал на концерт, обзывал последними словами, ревновал к прошлым отношениям. То есть иными словами, здесь мужчина ведет себя, ну, несколько неподобающим образом. Возникает, как мне кажется, такой довольно логичный, я надеюсь, вопрос. Опять же, как вы реагируете на его, ну, вот такое поведение, да? То есть, как вы откликаетесь на него, на вот такое поведение? В том, наверное, смысле, что, ну, вот, допустим, вам неприятно, да, как он себя ведет. И что дальше? У меня сложилось впечатление, что вы терпите, просто терпите его, ну, вот, просто терпите его слова, его поведение, его отношения. Ну, а потом съездили с ним в отпуск, он вел там себя, как ребенок, всем был недоволен и постоянно ворчал. Опять же, здесь вы как будто бы жалуетесь на мужчину, но не совсем понятно, как вы к нему относитесь. То есть вы либо принимаете его такого, либо нет. Да? То есть тут вот вы себя уже как бы заставляете. На протяжении всего этого времени мне хотелось расстаться и останавливало вас то, что вы к нему привязали. Значит, еще он очень любит дорогое вино, меня осталось напрягать, что тратит огромные деньги на вино и на винный шкаф, то есть плюс ко всему еще может пять дней в неделю пить по бутылке вино, не знаю, мне кажется это странным. А странным-то это как? То есть, ну, для вас это неприемлемо, вы считаете, что это проявление алкоголизма, или вы считаете, что это, ну, пустая трата денег, да, например. То есть, странно, это как? У вас не сформированы как будто бы отношения и позиция. Дальше. Ему ничего нельзя сказать и его сразу отмазка на свои деньги вообще никому ничего не должен. Ну, вообще-то это правда. Вообще-то это правда. Человек живет не за вашего, а за свой и делает, в общем-то, со своими деньгами и средствами то, что он может делать, как бы не нарушая закон, да. То есть, как бы, ничего плохого он не делает. Дальше вы описываете, значит, некоторые мировоззренческие взгляды. Его, вот, засчитывать я не буду, скажу только то, что вы из-за них расстались. Ну, понимаете, когда люди расстаются из неких мировоззренческих взглядов, да, взглядов, то это, наверное, следствие того, что изначально нет уважения и безусловного такого принятия. Потому что, ну, на самом деле, могут какие угодно быть взгляды у людей, как мне кажется. Вот, мне кажется, что абсолютно любые могут быть взгляды у человека, и, как бы, если я принимаю этого человека, да, если я уважаю этого человека, если я дорожу этим человеком, например, опять же. Вот, то, по-моему, взгляд, совершенно не важно то, что я, там, например, думаю или что думаете вы. Потому что мы можем это как-то вот, в данном случае это, ну, наверное, урегулировать, да, вот. А тут в этом, в вашем случае получается так, что это оказало какое-то вот очень существенное влияние. Да, то есть получается как-то, что вы не можете, на мой взгляд, да, вы не можете разграничивать элементы, где вот есть... Грубо говоря, какой-то вот, ну, скажем так, социальный аспект, вот, и где есть аспект личностный. Либо вам, ну, например, просто это не близко. То есть, опять же, нужно понимать, что вам и не должно быть это близко. То есть, вы не должны разделять его взглядом, но у меня есть такое ощущение, как будто бы вы долго терпели это все. Понимаете, да? То есть, вы выбираете в отношении себе человека, человека, который вам, ну, вероятно, да, не слишком, например, пообходят или... Который, оп, ну, с вами каких-то таких, ну, других взглядов. Вот. Вам много чего не нравится, и вы не можете с этим смириться. Вы не можете это принять. Но... Заявить об этом, например, или взять на себя ответственность за это, вы не можете, потому что вы к нему привыкли. Вот. Дальше. Сейчас мы расстались, мне кажется, а может, а может, зря, а может, я никого больше не найду. Вот это страх остаться одной. То есть, здесь надо бы подумать, а для чего я кого-то ищу, зачем? То есть, ну, ведь, наверное, наверное, есть какие-то причины, да, по которым вы именно вот стараетесь как бы найти кого-то. То есть, вы не просто вот устраиваете отношения, да, вы не просто там, грубо говоря, общаетесь, да, с мужчиной и смотрите, куда это может привести. А вы именно что вот целенаправленно как будто бы ищете кого-то для серьезных отношений. И на языке психологии это означает, что вы пытаетесь здесь вот решить какую-то свою, например, проблему или пытаетесь удовлетворить некую свою потребность. Что само по себе не является чем-то плохим, но в данном случае просто делает вас вот в этом смысле куда более зависимым просто. Ну, по сути дела. Дальше. А, видите, он тоже особо никуда не любит, любит зависнуть дома с бокалом вина и смотреть блогеров. Умом понимает, что мы не подходим друг к другу, а сердцем нет. Привыкла к нему, с ней со мной постоянно и со стихией его первую дальнюю. Ну вот, поподробнее расскажите о том, как вы к нему привыкли. Это было бы интересно. Настроения вообще нет никакого, противоположного полного общаться вообще не хочется. А что у вас общего-то? Это общение какого рода оно наполнено? Чем это общение наполнено? И вот, кстати, еще момент. Жениться он тоже не хотел. Вплоть до эстерики его доводили его маму. На мой взгляд, вы ради того, чтобы быть мужчиной, игнорируете то, что вам не нравится. Для вас важнее выйти замуж, чем собственный комфорт в отношениях. Из-за страха, вероятно, остаться одной. Ну, у этого, я думаю, есть, скажем так, основания, да, у этого есть, я думаю, какие-то ваши собственные причины. Почему вы, во-первых, в принципе, думаете, что останетесь одна, да? То есть это вот к вопросу, наверное, о вашей самооценке. Ну, в первую очередь, к вопросу вашей самооценки. И дальше, конечно, такой, на мой взгляд, весьма важный нюанс, касающийся того, как вы относитесь к себе в целом. То есть как вы воспринимаете себя, да, как вы видите себя. Это, на мой взгляд, очень важный момент, потому что, как я уже сказал, да, есть у меня, вот, такое ощущение, что довольно, ну, довольно серьезно, вы себя обесцениваете. По крайней мере, мне это видится на данный момент именно так. Вот, ну, конечно, совершенно очевидно, что я могу ошибаться, вот. Ну, вот, вне всякого сомнения, да, я могу ошибаться и могу быть не прав в этом смысле. Вот как-то, как-то, наверное, как-то, наверное, так. Какой-то такой, наверное, ответ. Хотелось бы вам пока что дать с точки зрения психологии, с точки зрения, вот, психотерапии. Хотелось бы, конечно, помочь вам разобраться в... Ну, вот, себе. Вот, ну, так же, я бы обратил ваше внимание на то, что вы не задаете свой вопрос. То есть вы его не формируете. Чего конкретно, например, вы хотите от психолога? Какой, эм... Какой помощи вы хотели бы от нас? Помощи в чем вы хотели бы от нас? Я бы очень хотел, чтобы вы постарались на этот вопрос ответить. То есть постарались бы ответить на вопрос, какую проблематику вам нужно решить. Да? Вот. Себе разобраться, например. Отношения гармонизировать. Ну, вот. С мужчиной. Или, может быть, что-то... Ну, может быть, что-то еще. Вот. Давайте постараемся на эти вопросы для начала ответить. Тогда уже, я думаю, можно будет говорить о дальнейшей работе. Вот. Вот. Пока что нельзя, нельзя. Ну, вот. Я думаю, что после формирования вами запроса, да, после того, как вы сформируете запрос, об этом уже можно будет говорить. На этом все. Желаю вам всего самого доброго удачи. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит, это позволит вам начать над собой работу, да, это позволит вам как-то вот двигаться вот в том направлении, в каком вам двигаться хочется. То есть, если вы, например, допустим, не знаете еще, в каком направлении вы хотите двигаться, то вот психолог вполне может вам в этом помочь. Удачи вам!